Снежок хрустит, морозец обжигает щеки, а лыжи скользят легко и быстро. В Нижегородскую область пришли снегопады, а вместе с ними нагрянул и лыжный сезон. Погода благоприятствует катанию, и первые спортсмены уже встали на лыжню. Самый первый снег лег, и мы сразу же поехали. На стареньких, на самых плохеньких лыжах, но поехали. Мы очень рады, что началась зима в этом году рано. То есть мы раньше времени подготовимся пораньше к соревнованиям. Так как они у нас уже в декабре, в 15 числа. С появлением снега на лыжи встает и старый млад. Нашему следующему герою 78 лет. Несмотря на возраст, он уделяет все выходные зимним катанием, наматывая при этом десятки километров. Как часто катаетесь? Как каждый выходной. За сезон раз в 40-50. Где-то по тысяче километров. По тысяче километров в сезон? Да. А за раз сколько приезжаете? 25-30. И до 40 даже. Ну, до 5. И съездил, но сейчас нет уже до 30. Александр Иванович решил сделать кружок вместе с сыном. За камерой он признается, что сейчас будет ехать помедленнее, потому что сын за ним просто не успевает. Пока желающих покататься в лесу немного. На лыжной базе «Олень» в день открытия побывало всего 10 человек, а лыж здесь в 60 раз больше. Директор признается, что спортинвентаря хватит на всех, независимо от размера и роста гостей. Ну, размеры у нас практически все есть. Начиная с 30-го размера. Лыжи маленькие для детей с 30-го размера. И последний размер у нас 47-й размер. Лыжи у нас более 600 пар. Ну, в зимний период практически у нас лыжи, ну, кто приходит на базу, обеспечим всех. Лыжи на базе можно взять на прокат по паспорту или водительскому удостоверению. Здесь можно найти как новые, так и традиционные модели. Всего в Нижнем Новгороде в зимний период будет действовать 7 баз, в которых хранится более 3,5 тысяч пар лыж. Прокаты есть на Дубравной, Сортировке, Соромском парке, Стригино и в Зеленом городе.